Самое молодое подразделение на передовой. Таковым по праву можно считать группу Национальной гвардии Украины, которая удерживает часть фронта Светлодарской дуги. Большинству бойцов там меньше 30. Несмотря на возраст, боевого опыта и армейской выучки им не занимать. Ноги на Донбассе не впервые. За что воюют молодые украинцы, узнавал Игорь Меделян. Передавая на Светлодарской дуге, на боевом посту несколько военных, лица прикрыты масками и имена не раскрывают. Причина проста – бояться расстроить родителей. Я не хочу, чтобы они волновались за меня. Я для них на полигоне. Причин для волнения более чем достаточно. На днях их побратимов прицельно обстреляли из автоматических гранатометов. Шестеро раненых. Когда украинцы запросили режим тишины, оккупанты согласились, а потом внезапно открыли огонь. Они сейчас могут тихо сидеть. Потом, даже если мы не ведем огонь в ответ, запрашивают режим тишины. И когда штаб дает нам запрет на стрельбу, начинают по нам работать. Большинство бойцов не видели СССР. Они младше, чем украинская независимость. Для кого-то из их подразделения нынешняя ротация на войну первая. Кто-то на фронте бывал не раз. Воюю. Пришел в армию в 18 лет. А сколько лет тебе сейчас? 19. Интервью с этими улыбчивыми бойцами мы записываем на позиции, которые не так давно просто не существовало. Необходимость выровнять линию обороны привела к тому, что эти парни окопались фактически под носом у противника. Вперед. Там, где не было наших позиций, это уже рывок к тому, что можно свои земли понемногу возвращать и держать. Понемногу, понемногу двигаться вперед. А эта позиция раньше принадлежала противнику. В этом году ее заняли украинские бойцы. На каждом посту здесь также видны молодые лица. И также чувствуется позитивный настрой. Я сам из Черниговской области. Пришли бы на мою землю, также пришлось бы брать оружие в руки и оборонять. Почти каждую ночь по нам стреляют. Даем ответ. А так все хорошо. Все молодые, но все молодцы. Мы обычные люди, украинцы. Мы не пришли сюда убивать и издеваться. Мы пришли сюда для того, чтобы оборонять свою землю, потому что она наша. И мы не хотим, чтобы по ней ходила нога врага. До выезда на передовую все военные месяцами проходили подготовку на полигоне. Прорабатывали все ситуации, учитывая опыт реальных боевых действий. Случайных людей здесь нет, говорят бойцы. А что мы сюда приехали? Зарплату получать? Чего мы сюда пришли? Зарплату получать? Так я могу уволиться и зарабатывать намного больше, чем я получаю здесь. Не в деньгах счастья. Мы просто делаем свою работу. И все. А помогают им в этом родные. Те самые, чьи нервы некоторые бойцы берегут с помощью масок и выдуманных имен. Письма, поддержка близких. Это все мастерирует и дает надежду. Из Донецкой области Игорь Меделян, Александр Чабан, UATV.